Каковы особенности методология 6SIGMA? Какие инструменты применяет подход LIN-6SIGMA? Почему березливые производства и 6SIGMA все чаще интегрируются в проектах улучшения? Сегодня поговорим о методологии LIN-6SIGMA, LSS, которая набирает все большую популярность, так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина, меня зовут Сергей Лити, я эксперт по LIN-6SIGMA. Спасибо, что смотрите канал LIT-PRO. Прошу поддержать его развитие, это очень просто. Подпишитесь на канал, это самый лучший способ мотивации делать интересный контент. Нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новинок на канале. Поставьте лайк этому видео, сделайте репост этого видео. Спасибо. Методология 6SIGMA берется в начало 1986 году. Ее разработал сотрудник компании Моторола Билл Смит, основываясь на трудах Шухарта, Деминга, Исикавы, Тагути. Так что на 6SIGMA сильно повлияла методология тотального качества управления. Небольшая ремарка. Не могу не обмолвиться. Total Quality Management, TQM чаще всего период как тотальное управление качеством. При этом лично мне гораздо ближе другой период – тотальное качество управления. По моему мнению, именно такой период отражает суть философии доктора Деминга. Впрочем, давайте вернемся к 6SIGMA. Широкую известность метода 6SIGMA принесло начало его использования в середине 90-х прошлого столетия компания General Electric, которая определила ее как ключевую стратегию роста эффективности. Процесс с качеством 6SIGMA на выходе характеризуется 99,9960% случаев без дефектов или не более 3-4 дефекта на миллион возможностей. Дальнейшее развитие метода произошло в 2000-х годах. Начали интегрировать метод 6SIGMA и бережливое производство. Такая интеграция дает новые возможности для достижения выдающихся результатов в области роста операционной эффективности. Лично я во всех своих проектах использую методологию Lean 6SIGMA и расскажу, как я это делаю. Философия 6SIGMA базируется на ряде ключевых принципах. Мне кажется, они основаны на 14 принципах тотального качества управления деминга. Это ориентация на клиента, интерес к его потребностям, принятие решений на основе данных и фактов, управление процессами и их постоянное улучшение, проактивное или упреждающее управление, взаимодействие без организационных границ, вовлечение сотрудников в процессы совершенствования, постоянное стремление к совершенству и принятии возможных неудач. Как вы обратили внимание, ключевые принципы в полной мере соответствуют бережливому производству. Именно это позволило их эффективно интегрировать. Прежде чем рассказать о своем опыте применения методологии Лин 6SIGMA, я прошу вас поддержать канал ЛитийПро. Подпишитесь на него, поставьте лайк этому видео, сделайте репост. Спасибо! Принцип всеобщего вовлечения сотрудников в 6SIGMA нашел отражение в ранжировании их по степени полученных навыков и знаний и выполняемых ролей. Идея, как я понимаю, пришла из восточных единоборств, где к каждому уровню мастерства соответствует определенный цвет пояса. Белые и желтые пояса имеют очень общее представление и являются участниками командной работы. Зеленые пояса владеют методологией анализа и улучшения, активно участвуют в сборе и анализе данных, генерации идей. Это основная рабочая сила 6SIGMA, ее остов. Черные пояса управляют проектами улучшения, планируют и поддерживают работу команд проектов. Мастер черных поясов обучает и координирует лидеров команд улучшения. Чемпион — это спонсор проектов улучшения, формирует стратегию и тактику улучшения на предприятии или в отдельных подразделениях. Такая градация основывается на четких требованиях, позволяет осознанно подойти к развитию компетенции сотрудников. В своей практике я не использую напрямую пояса, а применяю более традиционные термины. Например, это может выглядеть так. «Новатор» — это соответствует зеленому поясу, «эксперт» или «черный пояс», «старший эксперт» можно сравнить с мастером черных поясов. Такую градацию я использую в ряде реализуемых мной проектов. Кстати, я сейчас заканчиваю обучение по программе черных поясов в Техническом университете Мюнхена, спасибо глобальным возможностям и интернет-технологиям. И возможно, когда вы посмотрите это видео, я уже смогу официально именовать себя «черным поясом 6сигм». При решении конкретных задач, роста операционной эффективности LSS базируется на цикле DMAIC, определяющем шаги проекта улучшения. 1. Define. Определение. На данном этапе определяется ключевой параметр проекта, его цели, границы, команды и т.п. 2. Измерение. На этом этапе происходит сбор данных. Следующий этап – анализ. Полученные данные структурируются, анализируются, выявляются корневые причины проблем. 3. Улучшение. Разрабатываются и внедряются организационно-технические мероприятия, направленные на достижение цели проекта. 4. Ну или контроль, что очевидно. Анализ полученных результатов по итогам завершения проекта. На каждом из этапов применяется тот или иной набор инструментов. Я расскажу, какие инструменты применяю. Здесь есть некоторые методологические особенности, отличающиеся от подходов других специалистов. Итак, отправной точкой цикла DMAIC является этап определения проекта. На этом этапе я применяю такие инструменты, как CIPOC – это акроним английских слов. 1. Supplier – поставщик, указывающий основных поставщиков процесса. 2. Input – выход процесса, описывает, что поступает от поставщиков. Это могут ресурсы, документы, информация и т.п. Process – процесс. Перечисляются составляющие процесса операции, которые в последующем исследуются. Output – выход. Согласуются продукты и услуги, результаты, получаемые в ходе реализации процесса. И Customer – это заказчик, является потребителем результатов процесса. Затем я рекомендую применить голос потребителя Voice of Customer – VOC. Метод исследования, который позволяет выявить ожидания клиентов, перечисление ключевых проблем, с которыми он сталкивается, статистических метрик, отражающих степень удовлетворенности клиента, с их ранжированием по степени критичности. Именно на основании сайпок и голоса потребителя определяются цели проекта, его ключевые параметры, прежде всего границы проекта, временные ограничения и команда проекта. Следует оговориться, что эти два инструмента можно принять и на следующем этапе цикла. Завершающим действием на этапе определения является составление карты проекта, ну или паспорта проекта, отчета А3 по проекту. Названия конкретно документа могут отличаться. Следующий этап – это измерение и анализ. На этих этапах приходит сбор данных и их обработка. Для этого я использую широкий набор инструментов из разных методологий. Например, из бережливого производства это может быть картирование потока создания ценности, диаграмма спагетти, 5 почему. Из статистических метров 6 сигмы это может быть гистограмма, диаграмма паретто, причинно-следственная диаграмма иссякава, ну или рыбий склет, как ее иногда называют, диаграмма рассеивания, стратификация данных, карты шухарта, иные статистические методы. Из теории ограничения систем я применяю дерево текущей реальности, диаграмму конфликтов. В каждом конкретном случае является необходимый и достаточный набор инструментов. Я редко применяю все вышеперечисленные аналитические инструменты. Этап анализа в моем случае заканчивается определением конкретных идей и мероприятий сформулированных командой проекта на основании проведенного анализа. Этап improve – улучшение основывается на реализации организационно-технических мероприятий, в том числе в случае необходимости могут применяться методы бережливого производства или иных подходов. Я не ставлю здесь какие-то ограничения. Например, это может быть 5С и простые визуальные методы управления, всеобщий уход за оборудованием, обучение на производстве TWI, вытягивание и точно вовремя, канбан, сотовая планировка, встроенное качество, другие инструменты лин. Это может быть моделирование или реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация, ну и прочие инструменты, которые необходимо в том или ином случае применить для того, чтобы достичь цели проекта. Этап контроля заключается в анализе полученных результатов по итогам завершения проекта. И здесь могут применяться различные инструменты, опять-таки в случае необходимости. Прежде всего, это статистический анализ. Это может быть аудит результатов. Я обязательно делаю ретроспективный анализ проекта, для того, чтобы команда училась четче управлять проектами в области улучшения. Еще одно возможное название этого подхода – это историческое сканирование. Вот такие инструменты я использую в рамках интеграции Lean 6 Sigma. Если вам интересно узнать о практике применения того или иного инструмента, пишите вопросы, комментарии, я обязательно отвечу. У меня к вам просьба – поставьте лайк и сделайте репост этому видео. А на сегодня это все. Всем Лина. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok